Такой вид мошенничества стал очень в последнее время распространен на территории России. И как ни печально, наши граждане тоже на эту уловку поддаются. На сегодняшний день мы постарались около всех банкоматов, конечно, повесить предостерегающие, так сказать, памятки для жителей. Но не все умеют читать. Некоторые бабушки, допустим, не читают, а тем не менее, имея денежные средства, значит, на той или иной карте проводят эти мероприятия. В первую очередь, никогда не проводите никакие, значит, по таким вот операциям, по звонкам, никакие операции со своей банковской картой. Переверните карту, на ней четко сказано, в случае каких-то проблем, звонить вот только по этому телефону Сбербанка или любого банка, который указан на вашей карте. И там выяснять, что произошло, что как и почему. Звоните только туда. Все. Никаких телефонных разговоров, тем более по переводу денег, быть не должно. Это обман. Это обман. Точно так же, как обман, когда вам звонят и сообщают о том, что сын попал, значит, в аварию, срочно нужны деньги, значит, выкупить у полицейских его или еще что-то. Сын там причинил сильный, значит, моральный ущерб, там, материальный ущерб, срочно пришлите деньги, потом все расскажу. Не ведитесь, пожалуйста, на эту уловку. По итогам прошлого года была раскрыта, задержана преступная группировка, которая, в общем-то, уже отбывала наказание в одной из колоний города Новосибирска. И находясь в зоне, эти сотрудники, заполучив сведения о телефонных номерах телефонов жителей нашего города, просто звонили оттуда, с Новосибирска, с колонии сюда. И у людей таким образом вымогали деньги. То за участие в ДТП, то еще что-то. Люди перечисляли большие суммы денег. В итоге, значит, мы их нашли все равно, привезли сюда, к нам, на Урал, и заново эти люди получили наказание. Но это просто как один из примеров. Есть телефон 02, не стесняйтесь, позвоните, приедем, разберемся, все объясним.